Спасибо большое за интересную конференцию, лекцию. Я сурдолог Запорожья. Мне очень тема близка по слуховой трубе. Спасибо большое. Интересные рассказы. Хотела спросить за айзинофильно-катионный белок Сергея Михайловича. Скажите, пожалуйста, стоит ли его назначать, какую роль играет и какую информативность он нам покажет наряду с немногоболином И? Никакую. Не тратьте деньги и время. Я попроще. Я просто работаю в районе Запорожской области. Для меня действительно важно присутствовать на таких конференциях, потому что все сейчас знают, есть теория пятерукопожатия. Я знаю его-его. А вот теперь я могу сказать, что я знаю тех людей, которые действительно разрабатывают вот эти протоколы, которыми мне руководствоваться. Это моя работа ежедневная в поликлинике, то, с чем я работаю постоянно. Поэтому для меня очень интересно, очень важно. Я очень благодарна. И я бы хотела задать вопрос конкретно по протоколу аллергического ринита. Будет ли он у нас? Или мы даже не будем его ждать? Вот в связи с тем, что мы должны переводить протоколы американские и все остальные. И стоит ли нам ожидать свое? Дякую вам за запитание. Я его, відверто кажучи, очікував, что кто-то из вас задасте запитание. Права в том, что останний наказ Министерства охороны здоровья отменив створение локальных протоколов. Но он отменив их для меня с Володимиром Васильевичем. У вас протоколи должны быть на ваших рабочих местах, оскільки их наявность вимагает стандартизация по системе ИСО. Вы не пройдете акредитацию и ліцензирование, если у вас не будет протоколов. Відменили адаптацию протоколов. И вот сегодня, шановные коллеги, у вас есть портал. На этом портале ввешена клиническая настанова, которая называется аллергический ринит. Вы ее берете за основу, можете просто раздрукувать и поставить ее у себя в кабинете, и хай она лежит. Но для того, чтобы ее легитимизировать, вам не нужен наказ Министерства охорони здоровья. Чому? Потому что ваш лікувальный заклад належит местной громады. И поэтому легитимизация этого документа должна быть наказом главного лекаря. От вы ее сделали, с верху написали «Затверджено, главный лекар» и так далее. Вы можете выбрати будь-який інший протокол, американский, японский и так далее. Но вам для этого нужно будет его перекласти. Вам нужно будет его, по-перше, найти, перекласти и так далее. Это вам сложно. Но это наша работа, как государственные эксперты, и так далее. И сегодня у нас есть для вас протоколи гострий риносинусит, тонзелит, не гострий, просто тонзелит, середний отит и алергический ринит. Вы сегодня можете их брать, для того, чтобы включать их в свою работу. До свидания.